5 января возвращаясь домой около примерно 6 часов вечера в районе дворца спорта встретил шествие мирное шествие было 5 декабря у 5 января народ шел вот со стороны дворца спорта в сторону площади республики присоединился к ним вместе с людьми пошел все было мирно то есть никаких то как нам криминировать на погромы разрушения такого ничего не было шли мирно народ пел гимн никаких беспределов ничего такого не было дойдя до арбата мы встретили сотрудник в полиции полиция уже оцепление сделала то есть чтоб народ не подошел к кокемат дойдя до арбата нас начали обстреливать гранатами дымовыми стрелять резиновыми пулями мы повернули на арбат через арбат вышли к кокемат прямо к этому месту вщербе там было сагат алтаде джет д примерно вщербе акимат чанда сагат все езди болды козы мирный кельдок и мастал ды короче ними гранаты лягут полиция открыла огонь стрелять начали резиновыми гранатами закидывать и ажиотаж маленько начался мирное шествие мирно шли от площади ушаново дворец порта до площади республики мирно шли пели песни все когда дошли до акимата площадь полиция открыла огонь стрелять начали когда я уже беспредел бас ладово действительно беспредел бас ладово непонятно чё кто делает кипиш собрался идти домой вышел между банком халык банком и колледжем вышел и встретил сотрудника полиции то есть полицейский тор примерно миллиметр десла стоит стоит сотрудник полиции внимание обращая никакой по опасности от него и то есть я не ожидал и минут какими секунды и секунд 10 друг на друга стояли смотрели и он выстрелил меня прям до в упор мы стояли друг на друга смотрели то есть полицейский стоял я стоял на друг наружу стояли я не шевелился смотрел просто на полицейского мне сказали как как помповое ружье, что ли, помповое ружье, то есть я как живая мишень, что ли, стоял, не двигался, он прицелился в меня, я видел, как он там целился, когда он меня выстрелил, я упал, думал, все было, думал, какой-то как накал текстовый, какие-то секунды прохожу, я соскочил, встал, а остановился, почему, потому что, когда я вышел на колледж, полицейская Нива была перевернута, горела, то есть я остановился посмотреть на Ниву, голову повернул, стоит полицейский, и вот наши взгляды с ним пересеклись, и он в меня выстрелил, когда встал, непонятки, то есть не понимал, что происходит, не соображает, рукой, рукой глаз закрыл, не видно ничего, думал, гладить что-то может, вытирать начал, кровь, кровь бежит, еще пошел в сторону Микенжин, Казахстан, сколько там адреса, не помню, думаю, иду в толпе и кричу, помогите, помогите мне, скорая, и кто меня не видит, все шок-то, то есть кровь текет у меня, я сам не понимаю, что происходит, потом в толпе меня люди, кто не знает, поймал меня, ну как поймали, остановили, посадили в легковой автомобиль и повезли в больницу, в больницу, привезли Абая, на Абая меня отказались принимать экстренно, сказали, что нужно операцию делать, его оперировать нужно, везите его в областную больницу, меня повезли в областную больницу, когда в областную больницу привезли, больница уже тоже кипящая, то есть огнестрелы уже везли, огнестрелами стреляли, оказывается, Сагат Тууз, да, он уже огнестрелами оттуда, хотя в это время приказ был огнестрелами, и после 12 ночи приказ официально, что открывает огонь на поражение, то есть здесь Сагат Тууз, да, огнестрелами, нетравматическими, когда меня в больницу привезли, уже двоих с огнестрелами привезли, то есть я кричал, помогите, помогите, больно, больно, что-нибудь сделайте, мне поставили уковы, обезболивающиеся, прям в коридоре никакой, палата, да, имеется, коридор, да, прямо, как есть, так, положили меня, сказали, жди, терпи, слышишь, огнестрел привезли, я говорю, да, да, слышишь людей, минут 10-15 на никого не было, через 15 минут пришел опять врач ко мне, ну, и спрашивают, что случилось у меня, это все время я лежу, спрашивают, что случилось, я говорю, ну, стреляли в меня, чем стреляли, я говорю, не знаю, не пойму, что, ну, то есть знаю, что в меня стреляли, он говорит, ладно, все, жить будешь, типа, и отправили меня куда-то, другое отделение, отделение, глазное отделение, автомологическое отделение, сделали МРТ, там, не знаю, голову проверили, все, на следующий день, снотвор на берегу, то есть до такой степени боль была, что я даже не понимал, что произошло, оказывается, контузия была, тяжелая степень, контузия была, то есть я не соображал даже, что происходит на автомате, как зомби двигался, обезболившись, поставили мне, укол сделали, снотворное, уснул, на следующий день операцию сделали, обед, примерно, это какого, 6 или 7, 6 число, 6, 6 января, сделали операцию, нас 5 человек было, таких, как я, которых стреляли без атома, 5 человек, именно правого глаза нет, нас стреляли в одном, в одном районе, то есть в одном квадрате, может быть, даже один и тот же человек стрелял, то есть специально он нас метил, именно, хотел бы я, когда сотрудники полиции спрашивали меня, хотел бы я в глаза взглянуть, спросить ему, зачем вопрос, для чего ты меня стрелял в тот вечер, то есть он же видел меня, и я видел его, то есть с какой целью он решил место, я так понял, что в тот вечер нас метили просто, когда нас, после операции вечером проснулся, спало, проснулся от удара по голове, то есть какой-то удар по голове, глаза открываю, стоят люди в гражданских, гражданских формах, то есть я так понял, что КМВшники или опера, я оттуда, СОБР, по голове ударили, разбудили, всех подняли, наручники одели, из больницы забирать, хотя врачи сказали, что это нельзя, они после операции, операцию им делали, вы что творите, они мне говорят, ничего не знаем, приказ оттуда, то есть сверху приказ, как был, раздеты в футболке, там, босиком, без, а киим даже было, ничего, прям вывели и посадили в автобус, всех пять человек, которые были, пять или шесть человек у нас было в больнице, а садили в автобус и сразу же начали бить, сказали, террористы туда-сюда, ничего даже слушать не стали, привезли в пролетарку, когда с автобуса выгрузили, начали сразу бить, тогда непонятно, беспредел, я сам не понимал, что дальше, у меня картинки какие-то, я даже не понимал, о происходящем, что происходит, я был после операции, еще даже от наркоза, можно сказать, не отошел, все, это все привезли, заявили в кабинет, в кабинете сразу начали допрос сделать, быстро-быстро все, тут же бьют, пинают, террористы, облязовские, какие-то ДВКшники, какие-то облязовские, сколько вам ханча, ахша, ничего, там, ханча, ахша, то ли, да, сендерги, били, дали бумаги подписывать, когда бумаги я взял, начал читать, что там, нам инкрементируют, что мы какие-то террористы, там, государственный переворот, разрушение, погромы, то есть, я говорю, ребята, вы что, я этого не делал вообще, я вообще пострадавший, то есть, в меня стреляли, я стоял мирно, в меня стреляли, они говорят, ты врешь, вот эти именно, их надо бить, потому что это, не просто так их стреляли, если в них стреляли, значит, они все, кто был впереди, Алденда, Алденда, Джоргендарь, короче, специально стреляли их, не просто так, типа, этих надо вообще убивать, менты, так говорили, террористы, все, я говорю, я ничего не буду подписывать, начали бить сразу же, ну, я понимаю, что бесполезно, в этот момент было бесполезно что-то отказываться где-то, что я это не делал, взял бумаги, все бумаги подписывал просто, все, что давали мне, я все подписывал, все подписал, с пролетарки нас загружили опять в автобус и повезли в Стахановск, ИВС, изолятор временного содержания, все, в ИВС привезли, полиция начинала прям, везде прям, коридор, кабинет, вообще, где ввели там с кабинета, по коридору ведут вниз, там бьют, то есть головой вниз, буквой Г, даже голову не можешь поднять, кто тебя бьет, не понимаешь, до такой степени, что там столько много народу, все сотрудники бьют, кому не лень, мимо проходит, тебя ногой пнет, там, ударит, я пролетарский, да вот, шлипи, кто хотел, тот, что и творил, то есть был беспредел среди сотрудников, был полный беспредел, то есть полная дозволенность у них была в руках, то есть они могли там любого убить, и ничего не было без этого, хотя сколько вот ребят там пострадало у нас, привезли в ИВС, точно так же нас встречали, сразу конвой, коридор, дубинками, били, я руки за спину, буквы Г, а я забегал, глаз закрывал, вот так вот, то есть забегал с таким пониманием, что я знаю, что я после операции, пусть сюда бьют куда-то, самое главное, чтобы глаз не задели, мне дубинками бьют, руки убери, руки убери, когда внутри подняли, я стоял вниз, не поднимал голову, они мне говорят, встать, я говорю, нет, я, ребята, я говорю, после операции не бейте меня, только по лицу не бейте после операции, убери руки, убери, я руки, когда убрал, мне сразу же один сотрудник вот этим местом, именно в это же место, как ударил, чуть осознание опять не потерял, и нам без разницы, что вы здесь, короче, никто, сейчас мы вас убьем здесь, и нам ничего за это не будет, ну, как, вот я в армии служил, как это, дух ломали просто, уничтожали, потом в ИВС, когда встретили нас, избили, можно сказать, закрыли камеру, ничего не спрашивали, просто били и говорили, террористы, облязовские, ДВКшники, вы что думали там, узкоман возьмете, типа полицейских там узкоман не возьмете, ничего не спрашивали, просто били и все, террористы, как будто вот им фас сказали просто и все, всех, кого поймали просто фас, убить там, что-то, я не знаю, допрос, болванчок, и выезд там, болванчок, допрос, просто урды и все конкретно, потом, после того, как побили нас, в камеру завели уже 2-3 часа, в школу спокойно уже, вот еще, то есть, там болит, там болит, там болит, там уже с ребятами, кто там в камере был, вот, а, Османов, Алан был, тоже, я первый раз в жизни такого человека видел, что до такой степени можно человека бить, что у него на теле живого места не было просто, полностью, тело все было, синяк целый, потом на следующий день начались допросы потихоньку, придут, не знаю, КМБшники, кто приходил, спрашивали, допрос, допрос, полаган в больнице, да, спокойно пришел, не знаю, следователь, допрос, что там вы делали, как было на самом деле, ну, и как было, у меня с первого дня показания никакие не менялись, как больница, да, я показания дал, свои первые, так и до последнего дня у меня показания были, то есть, я все видел, все, что происходило в тот вечер, 5-го, от самого начала шествия до самого, вот, Акимата, до того момента, когда меня стрельнули, то есть, все видел, что происходило, когда у меня допросы были, я все говорил, это видел, говорят, ты видел, кто что делал, лицо опознать сможешь, я говорю, нет, не могу опознать, если я даже в тот момент помнил, после того, как в меня стрельнули, то есть, у меня контузия была, и я, то есть, даже не понимаю, не помню, что происходило в те дни, у меня, вот, отрывками как-то. С ИВСа быстро суд прошел, вот, как Ренат рассказывал, все, 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 5-минутный суд, на 2 месяца нас арестовали, все, повезли, в СИЗО повезли, в СИЗО привезли, в СИЗО еще хуже встречали, нас, то есть, еще хуже, били, вообще, в СИЗО вообще, я не знаю, меня до такой степени не избили, я думал, что там, вообще, коньки я наброшу, умру, думал. Две недели, после того, как меня там в СИЗО избили, у меня, оказывается, в легких жидкость собралась, была в легких жидкость, первые, первые сутки, когда нас побили, я выдержал, все, выдержал, то есть, в один момент, когда нас заставляли, там, туалет мыть, на камеру, там, камеры снимали, там, туалет мыть, всех избили, ребят, в один момент я не выдержал и голову поднял просто, и с такими словами, что это, это ментовской беспредел, поднимая голову, а там все, кто работает в СИЗО, начиная, там, от сержантов, заканчивая, там, полковниками, я не знаю, подполковниками, все там были, я голову поднял, я одному вижу погонок, так как в армии я служил, подполковник, я ему говорю, господин подполковник, это же, говорю, беспредел с вашей стороны, он, говорит, ты что, служил, что ли, я говорю, да, служил, я говорю, е-ка на себе, танкисты, я говорю, да, так точно, танкисты, убить, вот, танкисты, говорит, не умирают, убить его, и меня, не знаю, там, человек 20, 15, сколько было, ну, и они меня там все просто запинали, я даже лицо не помню, у Лги здесь вот, я говорю, что у меня была контузия, почему так произошло, что я не запоминал, я вот не могу вспомнить лица, я единственного запомнил, который, когда вот меня били и заставляли это все делать, который сходил с камерой, на камеру, и вот так вот снимал на камеру, я не знаю, для чего это делалось просто, его лицо я вот запомнил, остальных я не помню, ни подполковников, ни вот, ни-то, и вот этот подполковник, когда дал приказ, сказал, убить, танкисты не умирают, и когда они меня все, кто там был, они меня просто запинали, прям в камеру, да, шиндэ, то есть бавар, вот уже, всех 10 ребят там зашли, всех встретили, да, и он говорит, танкист этот, не умирают, убить его, они меня просто до такой степени запинали, я не помню, я помню последнее, то, что я лежал на полу, и кто-то меня берцем, пяткой берц, военный берц, пятка мин, встал на меня просто вот так вот стоя, и, бывает, пятка мин по спине били, и, оказывается, до такой степени забили, что у меня в легких жидкость была, потом, когда на следующие сутки уже проспались, все потихоньку у нас начали поднимать на медсанчасть, я кое-как поднялся в медсанчасть, ходить не мог, да, такой степени, не, не коси, давай, иди, что косишь, я дышать даже не мог, вдохнуть, когда флюорографию сделали, они сами, их врачи там, сизошные, медсанчасть, они видели на снимках, что у меня там жидкость, и между собой, говорят, на пару гирок, типа, больница туда-сюда, между собой, его надо везти, и, говорят, ничего страшного, потерпеть надо маленько, что, ну, нельзя в тот момент, что не показалось у меня это все, спустя две недели только меня в больницу везли, две недели прошло, через две недели меня повезли в больницу на флюорографию, когда провезли в городскую больницу, врач вышла у меня и говорит, что, били, да, я, говорю, да, ну, как, били, упал, говорю, она, что, врешь, и два сотрудника, которые, комбой, со мной было, она им говорит, зачем вы его привезли, спустя две недели он уже сам, говорит, зажил, у него уже остаточное, то есть уже проходит потихоньку, то есть еще чуть-чуть оно исчезнет у него, они вот этого ждали именно, две недели никаких лекарств, то есть мне нужно было после операции глаз обрабатывать, медиопротез, именно пластмассовый стоит, его нужно было обрабатывать, какие-то лекарства нужны были, Ренат, кто первый давал, Ренат мне две недели за мной ухаживал, Ренат, то есть то, что он сам мог делать, что у нас было, водой, я не знаю, как, спустя две недели только мне вот лекарства какие-то, и то через моя супруга добилась того, что через прокуратуру, сколько заявлений писали, что нас пытают, бьют, никаких лекарств, ничего нет, спустя две недели только мне вот лекарства допустили. Пробыл, продержали 40 дней, потом по состоянию здоровья, ну как изначально сказали, что по состоянию здоровья на домашний арест был выпущен, 40 дней был в СИЗО, и год продолжалось это следствие. А я говорю, что его осталось потом, адвокат, адвокат, туда-сюда потихоньку, сначала процессуал, как мы хотели, шахрад прокуратура, следователь, три следователя у меня поменялось, в моем деле, по-моему, три следователя поменялось, за это время, за год, три следователя поменяли. То есть сначала пытались, как процессуальные соглашения, процессуалками, отказ вернулся, почему процессуальный. Потом президент не имеет шахраты, амнистию шахрад давай. Так, шахрат прокуратура, президент амнистию выпустил, подписывайте амнистию. Не очень по амнистии буду подписывать, я если не виноват, ничего не делаю, за что вы мне амнистию сделаете. Отказался. Потом 400 статью предлагали. 400 статью, это я не знаю, какая это 400 статья, там какой-то митинг, штраф, я хочу за МРП, сколько там идет, что-то такое. Типа, ну давайте хотя бы 400 статью вам. Как, за что вы мне, там штраф, сколько они, 200 МРП, по-моему, я говорю, как 200 МРП, за что вы мне 200 МРП? Потом уже 28 декабря звонят мне, придите, пожалуйста, в прокуратуру. В прокуратуру приезжаю, подпишите бумагу о прекращении вашего уголовного дела, за недоказанность. Это дело по тому факту, что я был обвиняем. А я, конечно, дело, как пострадавший я, у меня же второе дело, то, что в меня стреляли, оно, это дело остановленное почему-то, приостановленное, никакого движения, никакого-то продвижения нет. Как я ездил, они, ваше дело, передали в отдел собственной безопасности. А в отделе собственной безопасности, я с человеком, который встречался, он мне сказал, мы вам никакие данные по вашему делу дать не можем, потому что так как это строго секретно, и дело приостановлено, так как второго участника, кто в вас именно стрелял, его найти не можем. Я говорю, а как не можете? Хотя был следственный эксперимент, антикор, когда вот у нас в СИЗО мы находились, у нас антикор был, следователь антикора, проводил со мной именно следственный эксперимент. Возили меня на следственный эксперимент и как все происходило. Снимали на камеру, я показывал, где я был, как я шел, где я выходил, то есть где я стоял, где стоял сотрудник, то есть весь этот следственный эксперимент был зафиксирован. То есть везде есть Сергей, камеры, я не знаю как. То есть и дело приостановлено. По сей день у меня дело приостановлено, никаких движений нет. Хотя инвалидность, вышла еще группа инвалидности. И не то дело, которое первое, не второе дело, то есть оба дела как-то, не знаю, стоят на одном месте. Бастаганчук делал, морально и материально. А либо Сталанчук делал, а либо Сталанчук делал. Дия, Бердз, Дия, Бердз. И последний момент был, Бердз. Без Адамбес таких, которых стреляли, именно в одном квадрате, метили специально. И он был. Именно он был. Без Адамбес. Без Адамбес. Вообще, изначально Алта Адамбес был. Потом пока туда-сюда, пока пролетарка, пока ИВС, пока СИЗО, уже второе дело сказал. И когда Адам куда-то в Джокпокет. Он и где? Понимаю. Более, в больнице, в палате, был Алта Адамбес был. Именно. Кузбин, Алта Адамбес был. Потом СИЗО, был. Чуд. Чуд. Да? Вот. Именно до СИЗО мы троем дошли. То есть, пока до СИЗО ехали, три человека исчезли. Один человек исчез до пролетарки, один человек исчез до ИВСа, и один человек исчез до СИЗО. В СИЗО мы приехали троем. ДВД Кельд, Алта Адамбес, все шестеро приехали. Потом фамилию говорят, он говорит, я его, типа, Бастах Шахрат. Его забирают, и после этого мы его не видели. То есть, мы остались пятером. И пока до СИЗО доехали, уже в СИЗО мы зашли втроем. ЗВОНОК В ДВД ЗВОНОК В ДВД ЗВОНОК В ДВД